ДЕСЯТОЕ МЕСТО Совсем недавно все музыкальное сообщество было потрясено новостью о том, что Джастин Бивер решил закончить свою музыкальную карьеру. Ведь ему всего 19, но, как оказалось, после, пока бояться нечего. Певец продолжает радовать свою многомиллионную толпу фанатов сладкими песнями и ангельской внешностью. Вот и про Москву не забыл и дал свой первый сольный концерт, за что артисты получают 10-е юбилейное место в нашем новостном параде. ДЕВЯТОЕ МЕСТО Они стоят у истоков российского шоу-бизнеса. Их продюсер – настоящий гуру нашей эстрады. В прошедшем году группа «Нана» отметила свой 25-летний юбилей. Пройти такой долгий путь под силу не каждому артисту «Нана» и Барри Каримыча Лебасов, кому отчасти обязана своим появлением на свет реальная премия «Мюзикбокс», оказываются на 9-м месте. Может, они никуда не уходили, как будто и не было этих 12 лет со времени съемок последнего клипа. Ребята также молоды, бодры и веселы. Громкое возвращение группы совпало с премьерой нового клипа. Перед премьерой на сцене ребята показали все, на что они способны, и в клипе, несмотря на то, что уже давно не снимались, выложились по полной. На съемки потратили два дня, которые проходили в Украине, где группа периодически проваливалась под лед. Провались не только мы, провались и съемочные группы, которые обслуживали нашу съемку, то есть светотехники, там, ну, очень много. Съемка проходила в экстремальных условиях, на улицах, то есть на, как бы, на хранилищах киевских. Минус 15, витрищах, холодина, и вот мы в этих костюмчиках снимали. Замелсями лицами. Лица у нас просто так окаменели, реально, просто язык замерз. Хорошо, что все обошлось, никто не утонул и никто не заболел, и клип получился на высшем уровне. Бессменный вдохновитель и продюсер группы Барри Каримович Алибасов тоже снялся в клипе. Проект «Нана» не отпускает его уже 25 лет, и это не попытка заработать. Работа с группой — это гораздо больше. Вообще «Нана» — это в первую очередь артисты. Прекрасные певцы. Но вот я, по своей сути, режиссер. Я рождаю какие-то идеи. Для меня важно эти идеи реализовать через актера. Вокал, пластика, актерское мастерство и готовность на безумные идеи и поступки. Все, по словам Барри Алибасова, есть в группе. А по словам гостей, их возвращение — это как падение Челябинского метеорита. Ярко, красиво и многим снесет крышу. Восьмое место. На восьмом месте самая известная парочка интернета — Даня и Кристи, которые долгое время радовали своих поклонников лишь на пространствах сети. Но Russian Music Box решил поделиться добрым и чистым еще с большим количеством людей. В прошедшем году на телеканале стартовал проект «Мои друзья Даня и Кристи», который, пожалуй, стал на Russian Music Box одним из самых популярных. Сама парочка решила не выбиваться из коллектива телеканала и порадовала всех своих фанатов настоящим хитом «Любовь сильней» и клипом на эту песню. Быть с тобою каждый день и каждый час Почему же иногда все против нас И судьба ведет игру между двух огней Но любовь гораздо сильней Лишь любовь гораздо сильней Седьмое место А вот для дискотеки «Аварии» 2013 год стал поистине счастливым. У них появилась новая солистка Анна Хохлова Новые треки с запоминающимся голосом певицы сразу же заняли топовые позиции главных хит-парадов страны Так что свой третий десяток коллектив начал с новым составом и новыми хитами Что ждать от группы дальше, узнаешь первым из Newsbox А пока ребята попадают на седьмую строчку рейтинга самых ярких музыкальных новостей Друзья, простите Благодаря следующему артисту страна узнала про совершенно новости танцев Не так уж просто будет найти человека, который в этом году не станцевал локтями Спутник L1 стал прорывом не только российского хип-хопа, но и в целом всего шоу-биза Подтверждением тому может служить и первая реальная премия Musicbox Где артист получил свою первую серьезную награду в номинации «Лучший хип-хоп проект» А сейчас рэпер подостаивается шестого места L1 посетил Москву с очередной презентацией своего нового альбома «Спутник» В чем же секрет этого космического музыкального аппарата от R1? Альбом получился мотивационным, как я и хотел Потому что, мне кажется, в русском рэпе этого не хватало Вот если касаемо именно про русский рэп Всегда были какие-то подъезды, были пацаны, были какие-то труевые темы А музыки, которая сподвигала бы людей на что-то большее и на совершение цели, этого чуть-чуть не хватало Судя по реакции неугомонной публики, на «Спутнике» каждый сингл – настоящий хит И несмотря на успех и толпы фанатов, L1 не забывает про свое прошлое Наверняка все знают, что раньше L1 был профессиональным баскетболистом Песня «Салют небесам» на альбоме посвящена в первую очередь всем моим баскетболистам Это самое главное Мы собираемся снимать на него видео, организуем, я думаю, небольшой турнир А так мы всегда соприкасаемся где-то с баскетболистами Сегодня очень много спортсменов придет на концерт Поэтому я всегда поддерживаю и радуюсь за этот вид спорта Впрочем, поход на концерт L1 по количеству затраченной энергии и полученным эмоциям Может сравниться с хорошей игрой в баскетбол Так что долой фитнес-клубы и двигайтесь вместе с L1 Здесь танцуют локтями На сегодня это все, но уже в следующем новогоднем выпуске Ньюсбокс Вы узнаете о пятерке лучших, о самых ярких музыкальных событиях 2013 года С вами была Азия, да пребудет с вами сила Пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»